Остались постараться в 50-х в реках максимально коротко выступить, потому что здесь через полчаса у нас будет автобус. Спасибо. Немножко цифр, совсем коротко. Первая цифра – это турбодом ежеводный туристок, который езжает на территорию Республики Алтай. 89% из них, практически морская 90-е – это люди, которые приезжают на автомобильный транспорт из региона Сидиевского федерального округа. То есть на сегодняшний день мы имеем огромные трапы наших граждан, туристов на автомобильный транспорт. Что такое Чуйский трап? Чуйский трап – это практически тысяча километров от Новосибирска до перехода с границы Ванголии до Шанта. 22-го года, 26-го мая, кстати, это мой день рождения, почему у нас будет праздновать 100 лет этой дороги, когда ее признают другой государственной назначения. Вот есть карта и несколько факторов. Признано десятку лучших, красивейших дорог в мире. По версии нашей географии, в Иске находится музей Чуйского трапа. Это единственный музей в мире, посвященный именно дороге. Соответственно, Чуйский трап – это основная часть международной артемагистрали, в которую входит в проект наш общий дом Алтай, в государственном уровне России, в Монголии, Италии и Казахстан. Ну и Золотые горы Алтай – это несколько областей, которые внесены как объекции мирного природного наследия под охраной ЮНЕСКО. Ну и мы, ассоциации нашей Чуйский трапа, знали одним из народных маршрутов. Вот такая тоже цифра, предлагаю с вашим вниманием. Это одна санитарная остановка, оборудованная адаптным туалетом на все протяжение Чуйского трапа по Республике Алтай. Поэтому, сложив все эти факты воедино, внимание к этой трассе, имея такой трап, как и отсутствие инфраструктуры, и по приглашению руководства из Бурки Алтая, мы произвели первую экспедицию, которая состоялась в певрале 2020 года. Мы исследовали полностью весь маршрут, начиная от Бурки Алтай, с Катулата, Шанты, до границы с Монголией. Заезжали еще в Усть-Улаган, скоро мы немножко отъехали. В проекте, в очередной встрече с главой региона и с министром природных ресурсов и туризма, с представителем бизнеса, с главой БТИ районов, который проходит эта трасса, с нами постоянно находился в составе экспедиции помощник главы Республики, глава Центра предпринимательства и ответа туризма. Мы открыли региональное представительство для более оперативной работы и решения всех вопросов, посетили пограничный пункт, новых всяких точек притяжения и провели участие в такой событий на предприятии ЧКПРА в праздновании Нового года в Алтайске. Что за результаты были наши экспедиции? Мы осмотрели, определили пять перспективных площадок, познакомились с представителями крупного бизнеса, которые строили объекты и на сегодняшний день уже практически достроили в прямую видимость от города города Нового года, посоветовали ему обратить внимание на автотуристов и на сегодняшний день по нашей инициативе, по его согласии, строится в этом объекте инфраструктура для авто-молтутуристов. Мы подписали соглашение с министерством, подготовили обращение по расширению пограничного перехода, потому что на сегодняшний день его пропускная способность составляет желать лучшую одну, и разработали наш экспертный отчет, направили его в Ростуризм, руководство региона. Но так как это была зима, и какие-то вещи мы не могли осмотреть, какие там были, как бы, до конца, наверное, не охвачены, мы повторили свидетельство, как только прошла пандемийная ситуация, закрытие, мы поехали еще летом. Мы проспектируем уже ход строительства, фактически вот на фотографии видно, что объект он устроится, как он устроится, как это делается, дали какие-то рекомендации от себя. Еще осмотрели отдельные участники, да, предпринятия в сторону Телевского озера, которое стало сейчас федеральной трассой, оценили туристический потенциал района этого, который проходит в Телевском озере, у дорога, что там лучше всего агротуризм развивать, провели переговоры в Министерстве природных ресурсов с представителями малосреднего бизнеса непосредственно объекта и посетили 7 участков, которые перспективно можно использовать в состав комплексной системы развития автотуризма в Республике Алтай, на территории которой можно строить объекты для авто-мартотуриста с различной направленностью и концепцией. Соответственно, результаты второй нашей экспедиции. Мы разработали комплексный план некропилотного проекта, чтобы на этих чистых участках с ягодным объектом агропароком завтра, который недалеко от аэропорта находится, плюс еще эти 6, где я надо участвовать, создать некую систему комплексную, на которой можно было, как на пилотном объекте, обкатать схему реализацией для того, чтобы этот трафик туристов, которые на сегодняшний день называли «комучно-дикий», и уезжают они из серого трафика, который не платит налогов, который не обеспечивается условиями хорошими, чтобы люди своеведомно, хорошо и в качестве надыхались. Соответственно, платили за это деньги и которые пропадали люди уже. Мы скорректировали небольшие прикорректировки по бонусу строительства, зонирования, адрес наказали помощь бизнесу, помогли нас с жирными нервными сетями, мы субсидии выделили, провели без конференса, которые озвучили результаты нашего видения. Мы в той грантной поддержке было тоже на 12 победителей заявок победила здесь в республике Алтайс, и мы с них их популировали и общались с этими людьми. Подведу вам в черту наше предложение по поводу Чуйского тракта. Чуйский тракт – это отдельная составляющая трансграничного маршрута. Есть правительское соглашение, Большого дата называется, куда входят и Китай, и Казахстан, и Монголия, нужно соответственно диспансию запускать тоже на международный государственный уровень. Мы предлагаем создать пилотный проект на территории Республики Алтай, и в соединении туда еще межрегиональное взаимодействие с Алтайским краем и соответственно с Единской областью, чтобы это все работало как одна единая система. Разработать стандарты, о чем сегодня тоже много говорилось, незрите. Событийные мероприятия очень насыщены, все, но никто не знает, но мы создавали этот календарь. Ну и соответственно информатизация цифровой экосистемы, которая вся эта информация должна быть без старых. в том числе. Спасибо большое за внимание. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно, Андреевич. Хотел рассказать о нашем маршруте. В этом направлении с Дороговского севера маршрут проходит по территории Архангельской области, публики Кореи, Волоновской области, предприятия администерства Нового округа. Когда начинают говорить о авторизменном севере, первое, что было это. Эти календарь, корейки, когда они молодцы, они уже подвинули свои бреды. Мы только-только начали этим заниматься. В девятнадцатом году нам общенациональной ассоциацией автомобилистов. В этом году, в общем, национальной ассоциацией автомобилистов. В древних равнине обратились в нашу авторию с Германией, компания «Север» и «Рабида Остен». Просьба организовать путешествия друг украинских и авторизменных туристов по вопросам «Север». Как мы говорим о региональной историческом, то это задача, и вам сказать, а не наша речь. Мы проговорили их с вашими партнерами, чтобы они хотели убедить. И изначально было запрозано именно сетку на национальные парки. Дима, что это будет по трем национальным паркам и сетку национальную историю, это Азербский пациональный парк, Азербский пациональный парк, Азербский пациональный парк, Одесская помырия и Закубинский ядовик. Ну, маршрут получился, значит, несколько человек, в общем-то, это начало. Вот, состоит из двух колец. Изначально ориентировались на не знаю людей, то есть, что создавался сначала, как для туристов, для автористов из Германии, Австрии, Филиатии. Затем, в связи с пандемией, и с большим вопросом на внутреннюю мы уже пересмотрели немножко концепцию и сделали два акца. Вот большой акцент проходит по территории Карелии, Архангельской области, Воложонская, Ленинградская области. Значит, малое акцент проходит по Карелии Воложонской области. Ну, если мы начинаем со стороны Москвы, то пойду прости, если со стороны Петербурга, то это ради нас обращено. Значит, протяженность, по территории Архангельской области маршрута составляет где-то миллион десять километров. Мы, как я уже сказал, в районском языке начали с Сахарево и начали с Сахарево. Проезжали на этом машину три-много туристов иностранных. В основном, значит, на дневной дороге. Получение мы очень должным выводим от ваших гостей. Но, естественно, недостатки, которые указаны какие, как видно, все, что сейчас отбудено в Российской Федерации, это не высаживайте себе по структуре. Но, тем не менее, мы программирование сезона получилась по нашим основным точкам маршрута. Это сознательный парк Архангельской области и другого на самом деле парк Голубина. И мы, если это интересно, уверены, что, в основном, нам сейчас не ездят на авторный период. То есть, вот здесь, если это показано, приблизительно 70-80% наших местных на авторный период, это бывает как раз на авторный период. Мы можем предоставлять тоже по-моему интересную дорогу. На этом находятся, в общем-то, почти в армии, и часть маршрута проходит практически на территории. Это практические люди, это, по-моему, ну, если мы уже одного не одного, можно приехать на три дня. Мы находимся в Санкт-Постоне в расстоянии 2200 килограмм. Как я уже сказал, мы проанализировали, чего не хватает, недостаточное количество качественных и региональных дорог, но, тем не менее, мы это в маршрутах, герой-зарпаде, насык, держивается и региональным деятельством, и нашим рекламным деятельством, и, соответственно, администрациям и национальных парков. Как я сказал, что маршрут, в принципе, в первом, экологическом, все отношения согласовываются непосредственно с руководством со специалистами и парковных закновений, когда их там дымов, или на природе, не наносится, машинная половая, особенно, в первые годы аэрофляционная. Сделано все для того, чтобы люди могли приехать, посмотреть по концу и по природу, пообщавшись с местными жителями, увидеть то, чего нет уже сейчас в Европе. Наши гости из Германии, швейцарской, сказали, что такое природа уже не просто существует, даже в охране. Там есть места, где человек оборудовался очень-очень долго, в том числе, в том числе, Опять же, ни разу больше, инфраструктура, конечно, уже уменьшает особую покупку наших стандартных, которые готовы путешествовать по условиям всего этого. Недостаточное количество инфраструктурных информаций, но, опять же, сейчас в этом направлении ведется. мы отметили очень положительный такой у нас, что есть большая интересованность и у муниципальных людей, которые отвечают на них, в том, чтобы просто существовало, он увеличивался, увеличивался, и для этого много человек, они сейчас работают и занимают известные телокомпании, они тоже были заинтересованы следовательно нашего маршрута, и соглашились с тем, что можно сделать большее обслуживание инфраструктуристов, как и выжить и залить сверху воды, и на их западках. То есть, некий, пока больше, понятное дело, что Алма-Центр и Гермстоянки, хотя в этом направлении тоже сейчас все не быстро получается, к сожалению, но работают в направлении . Кроме того, подпределяющие предиспороженства, при поддержке Ростурина, при поддержке национальных парков, было принято решение в 11-12 июня 2014 года провести автоволюнный туристический предприятий фестиваль на территории Назерского национального парка. Значит, мы готовим это событие событий и приглашаем всех желающих посетить наш фестиваль, который, надеюсь, состоится все все со современные реалии. Задача фестиваля — горизонтальных и эффективных связей между заинтересованными сторонами развитием автомобилизма на русском севере. единственное сообщество. Разработка рекомендаций фестиваль национального фестиваля севера национального фестиваля — фестиваль офис — фестиваль — фестиваль — Продолжение следует... Спасибо большое Алексею Зиловичу, да, мы опять наобновим его ролик, запустим позже, когда получится. У нас осталось буквально несколько минут, поэтому я прошу всех спикеров максимально быстро и градусов, надо сказать, самое главное. На сцену приглашается Мамантов Галдарова Ярусович, автор проекта «Экспедиция Берега». Он расскажет нам о туристическом маншруте «Экспедиция Берега» и его адаптация для авторопадров и авторопрошеки. Привет, друзья! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день!